Уже 12 лет подряд 6 апреля в Таласе вспоминают жертв апрельских событий. Почтить их память в Центральном парке города собрались родственники и друзья участников Народной революции, руководство области, местные жители, а также те, кто стал свидетелями тех дней. Как вспоминают участники апрельских событий, в тот день, в самый разгар весны на центральной площади Таласа, собрались те, кто не был согласен с тем, что творилось в стране. Сначала мы вышли, нас было немного, потом постепенно к нам стали присоединяться люди. Мы пришли к зданию обладминистрации, нас пытались не пускать, но все-таки туда вошли. Можно сказать, что Талас стал золотой колыбелью революции. Восстание в Таласе положило начало второй народной революции в истории страны. Как считают эксперты, из этих событий стоит извлечь уроки на будущее. Хотим мы этого или нет, но это история нашего народа, событие, которое способствовало становлению, развитию и преобразованию нашего государства. Поэтому мы его ежегодно вспоминаем, чествуем участников и оказываем им необходимую помощь. Апрельские события навсегда оставили неизгладимый след в семьях погибших. Мать, которая в эти дни потеряла своего сына, говорит, что радует то, что власти не забывают о героях революции. 6 и 7 апреля известны как дни протеста против неравенства и несправедливости. Правильно, то, что эти дни – красная дата в календаре. Мы должны помнить об этих событиях. Арзыкан Мамунтаева – известный поэт и общественный деятель. Она участвовала в тех событиях. Женщина издала три книги о погибших. Эти люди пролили кровь за народ и свободу. Я выражаю благодарность властям за то, что они сделали этот день красным днем календаря. Пусть все, что произошло тогда, будет не напрасным, и пусть наша страна только процветает в мире и согласии. Из более чем 80 человек, погибших в ходе апрельских событий 2010 года, 9 уроженцев Таласа. Мэрия города традиционно организует мероприятия, посвященные этой дате.